В «Нафтогазе» сегодня объяснились, почему члены наблюдательного совета компании попросились на выход. Глава НАК заявил, дескать, им мешают работать. Кто препятствует предприятию, в руководстве которого все сплошь миллионеры? Об этом следующий материал. Уходят, громко хлопнув дверью. Независимые члены наблюдательного совета «Нафтогаза» утверждают, есть причины, которые вынудили их написать заявление об отставке. Напрямую говорить отказались, написали жалобное письмо правительству. Обвинили Кабмин в отсутствии поддержки и вмешательстве в работу «Укртрансгаза» и «Укргаздобычи». Действия, которые находятся под контролем уряда или предбачены планом действий о коррупционном управлении, не были выполнены. На думку Наглядовой Рады, реформа фактически была прекратена. Пока реформы якобы остановились, а ситуация вокруг «Нафтогаза» начала ухудшаться, финансовое положение топ-менеджеров резко улучшилось. Председатель и члены правления увеличили себе зарплаты в 10 раз, почти до 40 тысяч долларов в месяц. Это несмотря на то, что компания закрыла год с убытком в 27 миллиардов гривен. Члены правления Наг по итогу года получат дополнительно около 46 миллионов гривен. Нашелся и автомобиль для Андрея Коболева. Компания для нужды руководителя хотела приобрести элитный «Мерседес» стоимостью более 5 миллионов гривен. Тендер собирались провести через Прозора, но под давлением общественности пришлось отказаться от жизни на широкую ногу. Политологи заявляют, уход топ-менеджеров вполне прогнозирован. По закону введена обязательная норма и декларирование для членов наблюдательного совета госпредприятий. Поэтому проще было обвинить всех в срыве реформы и оставить в тайне свои реальные доходы. На ситуацию отреагировал и Владимир Гройсман. Премьер обвинил НАК в нежелании избавиться от монополии на нефтегазовом рынке. Когда есть рынок, когда есть конкуренция, тогда есть нормальная цена. И в этом контексте хочу подкрасить, что очень важно продолжить реформу НАК «Нафтогаз» Украины, в том числе и провести анбанглинг, то есть разделение транспортирования, сберегания и добывания и продажи газа, для того, чтобы демонополизировать монополиста, который сегодня может диктовать любые правила на нафтогазовом рынке. Такие изменения в нафтогазе могут влиять и на ценовую политику. По сведениям журналистов, уже сегодня монополист поставляет газ населению с накруткой на 25% выше рыночной. Александр Васильченко, Алина Зеленская, Никита Исайко. Подробности телеканал Интер. Алина Зеленская, Никита Исайко.